Всем добрый вечер, это программа Пульс Дня, здесь мы обсуждаем новости и их последствия в студии Данил Русаков. Полиция Нью-Йорка задержала вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН во время спецоперации, как сообщается, никто не пострадал. Правоохранители заверяют инцидент, этот не связан с покушением на теракт или терактом. Оружие задержанного оказалось заряженным, но в обойме был всего один патрон. Примерно в 10.40 утра патрульные 17-го райотдела полиции ответили на звонок по телефону 911. Поступило сообщение о мужчине с орудием в руках, который разгуливает в окрестностях ООН. Оказавшись на месте, офицеры увидели мужчину в красной куртке и синих джинсах, держащего в руке нечто напоминающее дробовик. Это место сразу же было оцеплено. Наряд вызвал дополнительные силы. Полицейские, вступившие в переговоры с нападавшим, выяснили, таким экзотическим образом этот человек пытался передать в Объединенные Нации какие-то документы. Какие именно, не уточняется, как и не раскрывается личность самого задержанного. Известно лишь, что он прибыл в Нью-Йорк из Флориды и заселился в отель «Миллениум». Номер уже обыскали, обвинений пока не предъявили. Все самое интересное еще впереди. Чудом избежавшему шадау на федеральном правительству до 18 февраля придется либо пойти на компромисс, либо существенно скорректировать свои финансовые планы. По-прежнему, не принятым Конгрессом остаются еще 12 законопроектов о ежегодных ассигнованиях. Впрочем, лидер демократа в Сенате Шумер так далеко, похоже, не заглядывает. Господин президент, я рад сообщить американцам, что благодаря вам правительство не закрывается. А республиканцы в Палате представителей презентовали законопроект, который обязывают школы включать в учебные программы историю коммунизма и его провалов. В разработке приняли участие 60 членов Палаты представителей. Дальше цитата конгресс-вумен Марии Салазар из штата Флорида. «Единственное равенство, которое обеспечивает коммунизм, это быть одинаково бедными, одинаково голодными, одинаково угнетенными, одинаково высланными. Правда в том, что коммунизм — это рак». Конец цитаты. Родители Салазар прибыли в США с Кубы. По словам политика, треть представителей поколения Z, родившиеся в период с 1997 по 2012 год, благосклонно относятся к коммунизму. Более 40% миллионеров говорят, что мало знают о марксизме. В США обнаружен еще один случай заражения штаммом омикрон. Об этом сообщили органы здравоохранения Миннесота. Причем известно, что инфицированный в последние месяцы за рубежом не был. Заразившийся омикроном человек вернулся домой в пригород Миннеаполиса после посещения аниме-фестиваля в Нью-Йорке, который проходил с 19 по 21 ноября. 22 ноября у него появились симптомы, а спустя два дня он сдал тест на коронавирус. Как и в случае с первым идентифицированным случаем в Калифорнии, пациент был полностью вакцинирован и жаловался лишь на легкие симптомы, которые к настоящему времени исчезли. Президент США Джо Байден ужесточил требования по сдаче анализов на коронавирус для въезда в страну. Он также предоставил план борьбы с распространением инфекции в Соединенных Штатах в зимние месяцы. Теперь прибывающие за рубежа пассажиры обязаны предъявить отрицательный результат анализа на COVID-19, сделанный в течение суток до отъезда, тогда как ранее принимались результаты, полученные в течение трех дней. Новое правило будет распространяться как на граждан США, так и на иностранцев. Кроме того, Байден продлил действие постановления о ношении масок в общественном транспорте и в аэропортах с 18 января до 18 марта. А уже после в компании своей жены и певицы Патти Лабль, Билли Портер, а также Кристин Ченовет, Байден принял участие в открытии рождественской елки возле Белого дома в Вашингтоне. Все хорошо проводят время? Давайте начнем вечер с того, что зажжем звезду на национальной рождественской елке. Все готовы? Давайте начнем обратный отсчет. Ликеро-водочные производители Калифорнии нашли оригинальный способ, как приспособить пожар под свои нужды. Из пропитавшегося дымом урожая винограда они решили сделать не вино, а водку. Первоначально мы не преследовали в качестве цели создание копченой водки. Водка в своей основе – это обычный спирт, и она, как правило, сохраняет эти основные свойства. Но вышло, как вышло. Мы надеемся, что в итоге получился продукт, который может быть интересен потребителю. Все доходы от продаж идут в Калифорнийский фонд пожарной охраны, который оказывает психологическую и финансовую помощь семьям погибших пожарных. Пожарными сообществам, которые находятся в их ведении, которых они защищают. По данным спецагентства США, по состоянию на октябрь предыдущего 2020 года, лесные пожары в Калифорнии сожгли более 4 миллионов акров, но, как оказалось, в очередной раз безвыходных ситуаций не бывает. Как только вы увидите дым вокруг вашего виноградника, вам нужно сразу всерьез задуматься, что этот аромат вы можете использовать с пользой. Он обязательно должен попасть внутрь ягоды. Главная лига бейсбола временно прекращает проведение игр. Это девятый раз, когда происходит нечто подобное. Последний раз что-то похожее случалось в 1994 году. Тогда причиной послужила забастовка. Сейчас финансовые разногласия. Следующий сезон MLB должен стартовать в конце марта, начале апреля формально. До этого момента должен быть подписан новый коллективный договор. Однако игрокам нужно пройти еще тренировочный лагерь, поэтому новое соглашение должно быть подписано много раньше, то есть примерно до начала февраля. Я должен сообщить, что мы вводим локаут для игроков высшей лиги. Мы пошли на этот шаг, имея поддержку всех 30 клубов. Мы также достигли соглашения с ассоциацией игроков. Все это случилось здесь, в Техасе. После встречи владельцев клубов в Чикаго я четко объяснил причину межсезонного локаута. Это норма в профессиональном спорте, и мы считаем, что это лучшая стратегия защиты для наших болельщиков. Соединенные Штаты за последний год удвоили свое неофициальное военное присутствие на Тайване. Это, как полагают эксперты, определенный сигнал в адрес Китая. За период с 31 декабря по 30 сентября количество американских военных на этом острове увеличилось с 20 до 39 человек. И это было сделано без большой огласки. В октябре глава администрации островного государства Цай Инвэнь признала, американские вооруженные силы имеют небольшое присутствие. По данным кадрового центра Пентагона, на действительной службе на Тайване сейчас находятся 29 морских пехотинцев, а также два военнослужащих из армии, три из ВМС и пятеро из ВВС. США не разглашают, чем занимаются эти военнослужащие. Наблюдаемые индикаторы российской военной активности у границ Украины вызывают серьезную озабоченность у Соединенных Штатов. Российская риторика становится все более резкой, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милин. Он отказался уточнить, какие действия Вашингтон рассматривает в ответ на случай кремлевского вторжения. При этом, как подчеркнул Мили, суверенитет Украины имеет огромное значение для Соединенных Штатов и Североатлантического Альянса. Дальше цитата. На карту поставлены важные интересы нацбезопасности США и государств-членов НАТО, если Россия совершит открытые агрессивные военные действия в отношении стран, которые были независимы с конца 1991 года. Напомним, ранее Блинкин и Лавров также обсудили ситуацию на границах Украины, Москве, пообещали полномасштабные санкции на случай эскалации конфликта. К разговору подключается аналитик Джинстаун Фондэйшн Ксения Кириллова. Ксения, здравствуйте. Вот первый вопрос. Когда Блинкин говорит с Лавровым о санкциях, то кто-то может сейчас представить, какие это санкции могут быть? Ну, или хотя бы представить, какие из них могли бы быть эффективными? Потому что скоро, я так понимаю, еще года два или три, мы отпразднуем десятилетку санкций, которые, в общем, пока мы видим, что результатов особо никаких не дали. Ну да, то есть Советский Союз жил под санкциями все время и как-то выживал. То есть, действительно, нынешние санкции, хотя и бьют по российской экономике, но совсем не так, как мы видим, чтобы этого хватило, сбежать Москву от новых провокаций. Вообще ведь все украинские эксперты, многие, по крайней мере, справедливо отмечают, что, как минимум, перечень санкций должен быть известен заранее и должен неотвратимо вводиться в ответ на те или иные действия России. То есть, это должен быть какой-то юридический документ. Действительно, как вот в Соединенных Штатах, да, периодически вводили санкции законом, который не мог отменить даже президент. Но только этот закон должен быть более масштабен, и он должен включать и в том числе и неотвратимые последствия за будущее действия России. Потому что, смотрите, как у нас получается, Москва постоянно тестирует готовность западных стран ее сдерживать или, наоборот, идти на переговоры. Вот все-таки мне кажется, я надеюсь, по крайней мере, что нынешнее обострение на российско-украинской границе не закончится войной. Для Путина это просто очередной способ шантажа. То есть, пытаться вынудить Запад, в первую очередь США, на переговоры на выгодных Кремлю условиях. И постоянно Путин надеется, что вот этот способ сработает. Что он сможет принудить к деэскалации через эскалацию. Что Запад окажется слишком слаб, и санкции не введет, и пойдет на поводу его шантажа, и попробует понизить ставки, пойдет на какие-то уступки и переговоры и так далее. Потому что каждый раз неизвестно, хватит ли у западных стран политической воли. Во-первых, ввести какие-то санкции, а во-вторых, ввести существенные санкции. Поэтому первое, конечно, что может быть эффективным, это введение санкций на основании именно какого-то закона, чтобы это было юридическое, а не политическое решение, и чтобы заранее было понятно, что не будет переговоров и уступок, что конкретные действия повлекут конкретные последствия. То есть, это первое, что может вообще помешать Путину вот таким образом шантажировать Запад. Ну, а что касается эффективности санкций, то есть, на самом деле, у каждой страны огромный спектр. То есть, все сбережения России в долларах находятся в Соединенных Штатах, евро находятся в Европе, да? То есть, блокировка корсчетов, запрет экспорта, например, из России, да? Вот как эксперты некоторые предлагают. Там ограничение инвестиций, опять же, на законодательном уровне, в ключевые отрасли российской экономики. Увеличение поста гораздо более серьезного оружия в Украине и так далее. То есть, называют по-людию специалисту очень много вариантов. Но главное, мне кажется, здесь должна быть их неотвратимость. Чтобы не было вот этой иллюзии, что можно каждый раз торговаться, прогнуть, запугать и так далее. Ксения, хорошо, а все-таки, если мы попытаемся проанализировать гипотетическую возможность, вот действительно ли, я понимаю, что с вашей точки зрения, наверное, большого количества других экспертов, сейчас провести вылазку на территорию Украины, вряд ли это будет так легко, как в 2014 году. Там было прикрытие псевдо-республики, псевдо-референдумы, аннексия Крыма и так далее и тому подобное. А сейчас все-таки, если даже такой сценарий возможен, то где и как? Есть ли какие-то в данном случае инсайды? Ну, вообще всего, исключать все-таки нельзя. Я надеюсь, что это просто, как я уже сказала, игра на повышение ставок и просто форма шантажа. Тем более, что, смотрите, Путин уже выдвинул условия. Ему важны юридические гарантии непродвижения на данный восток. То есть, проще говоря, юридически оформленные обязательства, что Украина в НАТО не вступит. Это значит, что он действительно все это делал для того, чтобы вынудить Запад к переговорам. И сейчас вот уже анонсируют, что все-таки будет прямая встреча Путина и Байдена. Вспомним, что вот такого же типа обострения было весной. Тоже все боялись, что начнется полномасштабная война. И тогда Путин добился Женевской встречи. То есть, на самом деле, он идет по аппаратурной дорожке. Это уже было. Но, тем не менее, вот, например, бывший вице-президент Пасадьер Келогринский не исключает возможности вторжения в продвижении, например, до Хексона. То есть, захват Хексонской области. И что российские войска могут либо отрезать Абессу, либо, по крайней мере, постоянно угрожать ее отрезать. То есть, стать буквально рядом, в шаговой доступности от Адессы. Но главное, что они займут прибрежные территории. Это могут остановиться украинские предприятия. И Путин может выглядеть героем, подавая воду в Крым. То есть, они могут добраться до этой воды, организовать подачу пресной воды в Крым. Потому что у Крыма действительно огромные проблемы с пресной водой. Они не знают, как их решать. То есть, вот эта угроза есть как раз на южном направлении. А российские аналитики, то же самое деловое газет и взгляд, близкие к Кремлю, уже прямо обещают, что в случае ответки, вот эти вот непризнанные республики, так называемые, восстановят свои границы до изначальных границ Донецкой и Луганской областей. Напомним, да, что часть областей находится под контролем Киева, ну, проще говоря, прямо говорят, что хотела обжать еще территории. Ксения, спасибо. Ксения Кириллова, аналитик Джейнстаун Фондейшн, был напрямую в связи со студией. Мы говорили о том, как санкционная политика Вашингтона может повлиять, либо не повлиять на Кремль в его желании продвигаться вглубь территории Украины. Напомню, всю вот эту неделю, а это было одной из центральных тем в Вашингтоне. Сейчас переходим к следующей части пульса дня, и тут уже поговорим о том, как вертикаль власти способна преследовать тех, кто находится совершенно далеко от места принятия решения, то есть от столицы, о чем речь, вот об этом попробуем, в этом попробуем разобраться после короткой паузы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова